Беседа вторая. Посему они, сошедшись, спрашивали его, говоря, «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Писк 6. Ученики, намереваясь о чем-нибудь спросить Господа, приступают к Нему все вместе. И это делают для того, чтобы самую многочисленностью своею склонить Его ко свету. Они знали, что прежние слова Его о веже том и счастье никто не знает. Матфея 24.36. Сказаны были им для отклонения от себя вопроса, не по незнанию, но по нежеланию отвечать. Поэтому-то опять приступают к Нему и спрашивают, а они не спросили бы, если бы действительно были убеждены в Его незнании? Так как они услышали, что получат Духа Святого, то хотели узнать в то время, как уже достойные того и готовы избавиться от бед. Они не хотели повернуть себя в опасности, но насладиться покоем, так как немаловажно было то, что уже с ними случилось, а напротив, они находились в крайней опасности. Поэтому-то ничего не сказав Ему о Духе, они спрашивают, не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилева? Не сказали, когда, но не ныне ли? Так же желали они узнать этот день, поэтому-то и приступают к великой почтительностью. А мне кажется, что они не совсем ясно и понимали, что такое было это царствие, так как еще не были научены Духом, и не сказали, когда это будет, но что, не вседели время, как будто оно уже разрушилось. Так спрашивали они, потому что все еще привязаны были к предметам чувственным, хотя не в такой мере, в какой прежде. Они еще не сделали с лучшими. Впрочем, о Христе думали уже выше, а так как они возвышились, то и Он беседует с ними возвышение, уже не говорит им, что одни о житом и чаще, даже и сын не знает. Марка 13, 32. Но что? Не ваше дело знать времена и строки, которые Отец положил в своей власти. Их седьмой. Слишком много, говорит, домогаетесь. Хотя, впрочем, они знали уже и то, что было гораздо важнее. А чтобы ты точно понял это, смотри, сколько много я перечислю. Скажи мне, что важнее того, что им было открыто? Они узнали, что Христос есть Сын Божий, и что Бог имеет Сына равночестного. Узнали, что будет воскресенье. Узнали, что Христос вознесся и восстел в Десную Отца. Узнали и то, что еще изумительнее этого, что плод сидит в горе, и что ей поклоняются ангелы. Узнали, что Господь опять придет судить весь мир, и что тогда и они сядут судьями двенадцати колен Израилевых. Узнали, что иудеи отвержены, а что вместо них войдут царские божиязычники. Знать, что это будет – дело великое. А постигнуть, что кто-нибудь или когда-нибудь будет царствовать – в этом нет ничего великого. Что труднее узнать – начало или конец? Очевидно, первое. А это узнал Моисей, и, исчисляя годы, показывает, когда это было, и за сколько времени знал это и Соломон, почему и говорил. Вспомню от века. Притчи 8.21. И так, что по время близко, об этом впоследствии узнали и апостолы, как и Павел говорит. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем. Череписам 4.5.6. Но тогда еще не знали, хотя им и были указаны признаки. И Христос, как прежде сказал, по истечении немногих дней. Но точно не обозначил времени, желая, чтобы они бодрствовали. Так поступает и теперь. С другой стороны, и они здесь спрашивают не о кончине мира, но о царстве, почему и говорили, не в сие ли время устрояешь ты, Господи, царство Израилю. Но он и этого не открыл им. А о конце мира они также спрашивали его еще прежде этого, но тогда он отвечал им с большей суровостью, чтобы они не думали, что освобождение их близко и подверг их опасностям, а теперь не так, но с большей кротостью. И чтобы слова его не показались им обидными и только отговоркою, послушай, как он тот час обещает даровать им то, чему они обрадовались бы, именно он прибавил. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Их 8. Затем, чтобы они снова не стали спрашивать его, он тот час вознесся. Поэтому, как там, он омрачил их страхом и тем, что сказал, не знаю, так и здесь, тем, что после этих слов вознесся. Они имели сильное желание знать об этом и не отступили бы от Христа, а между тем было весьма нужно, чтобы они не узнали. Скажи мне, чему больше не веруют язычники? Тому ли, что будет кончина или тому, что Бог соделался человеком, произошел из утробы девы и явился к людям в плотью? Не последнему ли? Без сомнения, так скажешь и ты, но я стыжусь постоянно говорить об этом, как о каком-нибудь в безразличном предмете. А чтобы они в свою очередь не сказали, для чего ты так высоко ценишь это дело? Он говорит, что Отец положил в своей власти. Но ведь власть и власть его одна и та же, как это видно из того, что он говорит. Так Отец воскрешает мертвых, так и Сын, кого хочет, воскресит. Иоанна 5, 21. Если там, где должен действовать, он действует не с той же властью, как и Отец, то неужели там, где надо знать, он знает не с той же властью? Воскрешать мертвых, это видно, дело гораздо больше, чем узнать тот день. Если же он совершает с властью дело важнейшее, то не гораздо ли скорее, дело другое, менее значительное. 22. Но чтобы сделать это для вас понятным, я объясню примером. Подобно тому, как мы, когда видим, что дитя плачет и постоянно просит у нас какой-нибудь ненужной ему вещи, подальше спрятав эту вещь, показываем пустые руки и говорим, видишь, у нас нет. Так и Христос поступил с апостолами. Но подитя, хотя мы и не показываем противные вещи, продолжает плакать, зная, что его обманули. Тогда мы оставляем его и уходим, говоря, меня зовет какой-то, а ему даем взамен противного что-нибудь другое, чтобы отвлечь его от избранной им вещи. Причем хвален эту свою вещь, больше той, и дальше ее удаляемся. Так поступил и Христос. Ученики просили, он сказал, что у него нет. И на первый раз даже устрашил их. Когда же они снова стали просить, он опять сказал, что у него нет, но только теперь не устрашает их, а показав то, что сделал, высказывает благовидную причину. Именно Отец положил в своей власти. Что же, ты не знаешь того, что приближит Отцу? Его самого знаешь, а того, что приближит к нему, не знаешь? Ты сам сказал, кто не знает сына, никто не знает Отца, только Сын. Макфея 11, 27. Притом сказано, Дух все проникает, и глубины Божьи, 1 Коринфянам 2, 10. А ты этого не знаешь? Отнюдь нет. Он сказал, это не для того, чтобы о нем мы так подумали. Он показывает себя незнающим, чтобы отвлечь учеников от неуместного вопроса. Снова спросить они побоялись, чтобы не услышать, уже ли и вы не разумеете? Марка 7, 18. Потому что теперь они страшились его гораздо больше, нежели прежде. Но вы примете силу. Как там он отвечал не на то, чем спрашивали, потому что дело учителя учить не тому, что хочет знать ученик, а тому, что полезно для него, так и теперь предсказывает то, что им нужно было знать, чтобы не бояться. Они были еще немощны, и чтобы внушить им дерзновение, он ободрил их душ и прикрыл трудности, так как он скоро уже должен был оставить их, что беседует с ними, не говорит прямо ничего скорбного, но как словам скорбным присоединяет похвалу, как бы говоря, не бойтесь, потому что вы примете силу, когда сойдет на вас душ святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии. Прежде он сказал, на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, в Москве 10-6, а теперь хочется, чтобы они проповедовали во всей Иудее и Самарии, поэтому чего тогда не сказал, то теперь присовокупил, говоря, и даже до края земли, и после того, как сказал им о том, что всего страшнее, чтобы они опять не стали спрашивать его, сказав это, он поднялся в глазах их и облако взяло его из вида их. Стих 9, глава 1, видишь ли, что они проповедовали и исполнили Евангелие, поистине великое дело он даровал им. Где, говорит, вы боялись? В Иерусалиме? Там сначала проповедуйте, а потом даже до края земли. Затем опять удостоверение в сказанном. Увидели его, говорит писатель, возмущащимся. Они не видели, когда он воскрес, но видели, когда вознесся, так как и здесь зрение могло подстигнуть не все. В воскресенье они увидели конец, но не видели начало, а вознесение увидели начало, но не видели конца. Излишне было видеть начало воскресенья, когда присутствовал сам возлещавший его, и когда гроб показывал, что его там нет, а что последовало за вознесением, то надо было узнать их слово. Так как глаза не могли проникнуть в высоту и показать, вознесся ли он точно на небо или только как бы на небо, посмотри, что совершается, что это был именно Иисус, они знали из того, что он беседовал с ними, так как зрением по дальности расстояния они не могли уже распознавать его, а что он взимается на небо, это уже объяснили им сами ангелы. Смотри, как устраивается, чтобы не все известно было от духа, но нечто и от зрения. Для чего же, что вы стоите и смотрите, и это служит знаком, что он вознесся на небо. Не огонь, не колесница огненная, как было с Ильею, но облака подняли его, а это было символом неба, так и пророк говорит, полагает облако на восхождение свое. Псалом «Господь сидит на облаках» Исайя 19.1 24. Это случилось тогда, когда вопрос касался предмета важного, когда ученики были очень внимательны к тому, что говорилось, когда они были возбуждены и не дремали, и на горе Синайской, когда Моисей вошел в мрак, Исайя исход 24.15 «Оглако было также ради Христа, а не ради Моисея». Христос не сказал только «Я отхожу», чтобы ученики опять не стали сетывать, но вместе с тем сказал «Я посылаю Духа». А что Он отходил на небо, это они видели своими глазами. О, какого видения удостоились они. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Иси 10.11 употребляют слово указательное «Сей, говорят, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо». Опять светлый образ. Некие ангелы, облегшить человеческий образ, внезапно предстали и говорят «Мужи галилейские», потому что сказали «Мужи галилейские», они уже казались ученикам достойными веры. А если бы не это было их целью, то чего бы им нужно было указывать ученикам на их отечество им известное. И самым видом своим они привлекли к себе учеников и показывали, что они с неба. Почему же не сам Христос говорит это ученикам, но ангелы? Он сам обо всем беседовал с ними прежде, так что через ангелов только напоминает им то, что они уже слышали. И не сказали ангелы, кого вы видели вознесенным, но кого видели возносящимся на небо, чтобы показать, что его вознесение есть восшествие, а плоти свойственно быть вознесенной. Поэтому говорят вознесшийся, поэтому говорят вознесшийся от вас придет таким же образом, не послан будет, но придет. Где же меньшинство сына? Облако подняло его. Прекрасно, так как он сам вошел на облако, почему вошедший есть тот же самый, который и не шел. Ифесянам стередесить. Но ты смотри, как одно говорится применительно к их мыслям, а другое сообразно с достоинством Божиим. Впрочем, и ум, смотревшись, теперь возвысился. Господь даровал им немалое познание второго пришествия. Слова «придет» таким же образом означают то, что он придет телом, так как это они желали услышать, и что опять придет на суд таким же образом на облаке. И вот сказано «два мужа предстали». Почему сказано «мужа»? Потому что ангелы приняли совершенный образ мужей, чтобы ученики не испугались. И говорят им «что вы стоите и смотрите на небо». Такими словами они обнаруживают приветливость и не позволяют им так же ожидать его возвращения. Что важнее о том они говорят, а в менее важном умалчивают. Что он также придет, если его должно ожидать с неба, это говорят, а когда от умалчивают. Таким образом они отвлекли учеников от того зрелища, обратили их к своей речи, чтобы ученики, не имея уже возможности видеть Христа, не подумали, что он не вознесся, но остановились мыслью на их словах. Если и прежде ученики говорили, когда придешь, Иоанна 13, 36, то тем больше сказали бы теперь, не втиели время, восстановляя свят царство Израилю. Столько знали они его кроты, что и после страданий спрашивать его устрояешь. Правда он уже прежде сказал им услышите о войнах и военных слухах, но не тогда конец. Иерусалим еще не будет пленен. Матфея 24, 6, но теперь они спрашивают о царстве, а не о кончине. Впрочем, после воскресения он уже непродолжительно простирает с ним слово. Они спрашивают, полагая, что и сами окажутся в славе, если это сбудется, но он не объявил, устроит ли это царство или нет. Для чего им нужно было знать о том? Поэтому, что, убоявшись, они уже не сказали, что есть знаменем твоего пришествия кончины веком, Матфея 24, 3, но не съели время, устроя их царство Израилю. Они думали, что оно уже открылось. Между тем, он и в притчах показал, что оно не близко, и когда спросили его, то отвечал не на вас Дух Святый. Смотри, не сказал, что Дух будет послан, но сойдет на вас, чтобы показать его равночестность. Как же ты, Духоболец, держаешь называть его тварью? И будете не свидетелями. Сделал намек на вознесение, или лучше, и теперь снова напомнил им о том, о чем они уже слышали раньше. Уже было сказано, что он вошел на небо. Обл облака и мрак сказано под ногами его. Салом 96, 2, 17, 10. А это и значит слова «Облако подняло его», то есть «владыку неба». Как колесница царской указывает царя, так и к нему послана была царская колесница, чтобы ученики не говорили ничего скорбного и не потерпели того же Туэлисей, растержавший ризу, когда учитель его вознесся. Что же Тей Иисус, вознешнийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Вот два мужа предстали перед ними. Так и следовало, потому что свидетельство двух признается истинным. 2 Коринфянам 13, 1. Как именно они говорят, в одежде сказано белой, как прежде при гробе жены уже видели ангела в ризах блистающих жены. Луки 24, 4, который возвестил им то, о чем они думали, так и свидетелем вознесения Христово является ангел. Впрочем, об этом, так и воскресении многократно предсказывали и пророки. 26. Ангелы везде являются вестниками, например, при Рождестве Христовом, опять при благовещении Марии, так и при воскресении, так и при воскресении, да и при втором пришествии ангелы явятся предсветами, так как они сказали, «Хей и Иисус, вознесшийся от вас», то, чтобы не привести учеников в недоумение, присовокупили, придет таким же образом. Ученики несколько успокоились, услышав, что он опять придет и придет так же и не будет недоступным, не без причины поставленной слову от вас, но оно покажет любовь Христа к ученикам, их избрание и то, что он не оставит тех, кого избрал. Таким образом, о воскресении свидетель сказал сам Христос, так как после Рождества или лучше и до Рождества, всего удивительнее было то, что он воскресил сам себя. «Разрушьте», говорит он, «Храм кей, и я в три дня воздвигну». Иоанна 2, 19. О будущем пришествии свидетельствуют ангелы, говоря, придет таким же образом. Итак, если кто желает увидеть Христа, если кто скорбит, что не видел Его, тот услышал об его будущем пришествии, пусть ведет совершенную жизнь, и тогда непременно увидит Его и не обманется в надежде. Он придет с большей славой, но также на облаке, также с телом, и гораздо удивительнее увидеть Его сходящим с неба, чем восходящим от земли. Что он придет, ангелы сказали, но для чего этого не присовокупили? Это служит подтверждением воскресения, потому что если Он с телом вознесся, то тем более с телом воскрес, где неверующие воскресению? Кто они, скажи мне, язычники или христиане? Я не знаю, или лучше я вполне знаю, это язычники, неверующие в самое создание твари. Это именно их дело не допускать, что Бог творит что-нибудь из ничего, и не признавать, что Он воскресит погребенное. Но они стыдятся, что не признают силы Божьи, и отсюда во избежание упрека за это говорят. Не потому мы это говорим, но потому, что нет нужды в теле поистине благовременно сказать. Глупая глупость из речет. Исайя 32,6 Вы не стыдитесь, когда не допускаете, что Бог творит из ничего, но если Он творит из чего-либо существующего, то чем различается от людей? Но откуда говорят зло? Уже вези потому, что не знаешь, откуда зло, ты должен привносить другое зло, о знании зла. Здесь две несообразности. Первая так, что ты дерзаешь говорить так, ведь если ты не признаешь, что Бог творил существующий из ничего, то тем более не узнаешь, откуда зло. А вторая так, что говоря так, ты вводишь зло нерожденное. Подумай, как худо желать найти источник зла, но не узнав его, приметь еще другой. Ищи откуда зло, и не хули Бога. Но как скажешь когда допускаешь, что она равномочна Богу, что она имеет такую же силу, что она нерожденно, смотри, что Павел говорит, ибо невидимое его через отсоздание мира, через рассматривание творений видимо. Римлянам 1.20 А дьявол напротив сказал, что то и другое из вещества, чтобы мы ниоткуда уже не познали Бога. Что труднее, скажи мне, зло ли по естеству сделать прекрасным, если только оно существует, говорю сообразно с вашим мнением, потому что нельзя сделать ничего по естеству злого, содействующим добру, или сотворить из ничего. Что легче, говорю о качестве, вести ли несуществующее качество, или существующее превратить в противоположное ему? Что легче, несуществующий дом построить, или дом разоренный вновь перестроить? Очевидно первое, но это по вашему мнению невозможно, следовательно как невозможно это, так невозможно и то, то есть превращать что-нибудь в противоположное ему. 28. Скажи мне, что труднее, приготовить ли мира, или заставить грязь производить действия мира? Что из двух удовольствов исполнили, скажи мне, мы подчиняем Бога нашим умозаключениям, но это не мы, нет, а вы, устроить ли глаза, или сделать, чтобы слепой, оставаясь слепым, виден был, видел, был острее зрячего, пользовался слепотой для того, чтобы видеть и глухотой, чтобы слышать, мне кажется, первое, значит, что труднее, то скажи мне, предоставляешь ты Богу, а что легче, того нет, но что я говорю об этом, и самые души, по их мнению, происходят из существа Божия, но смотри, сколько в их учении нечестивого и бессмысленного, во-первых, желая показать, что зло от Бога, они вводят другое зло, более нечестивое, чем это, говорят, что зло современно Богу, и что Бог нисколько не старше его, дерзая таким образом приписывать и злу столь великое преимущество, во-вторых, говорят, что зло и бессмертно, потому что нерожденный не погибает, видите, какая хула, отсюда необходимо следует или то, что от Бога ничто не произошло, или то, что и Бога нет, в-третьих, этим, как я уже сказал, они противоречат и сами себе и возбегают на себя еще больший гнев Божий, в-четвертых, веществу, который не может само по себе существовать, они приписывают такую великую силу, в-пятых, говорят, что причиной благости Божьей было зло, и что без него благие не было бы благим, в-шестых, они пригрождают для нас пути к богопознанию, в-седьмых, Бога низводят в людей в растения и деревья, ведь если наша душа из существа Божия, а при переселении она переходит и в тыквы, и в дыни, и в луковицы, то, следовательно, существо Божие будет и в тыквах. Если мы скажем, что Дух Святый образовал храм в Деве, они смеются, если скажем, что он обитал в храме духовном, опять смеются, а сами не стыдятся и не заводить существо Божие в тыквы, дыни, в мух, гусеница, слов, изобретая некоторый новый образ и доуслужения, но не луковица, говоришь, в Боге, а Бог в луковице, да не будет луковица Богом. Отчего ты не допускаешь переселения Бога в тела? Низко, говоришь. В таком случае еще более низко то, что ты говоришь. Нет, не низко, так ли? По крайней мере, у нас, если бы это было поистине низко, видите ли, скопишься нечестие, но почему не хотят они, чтобы тело воскресло? Что они скажут? Что тело зло? Откуда же, скажи мне, знаешь ты Бога? Откуда имеешь поздание сущим? Каким образом и философ бывает с философом, если тело нисколько ему не содействует? Повреди чувства и узнай что-нибудь из того, что нужно знать. Что было бы бессмысленнее души, если бы она с самого начала имела поврежденные чувства? Если повреждение одного только члена, то есть мозга, бывает для ней совершенно пагубно, то к чему она будет годна, если и другие будут повреждены? Покажи мне душу без тела, разве не слышишь, что говорят врачи? Потихшая болезнь совершенно мрачает душу. Долго ли вы не повеситесь? Скажи мне, тело из вещества? Хорошо. Поэтому следовало бы ненавидеть его. Зачем, ты же, ты питаешь его, зачем греешь? Тебе, поэтому должно было бы умертвить себя, должно было бы освободить себя из узилища. Притом еще говорят, Бог не может победить вещества, если не смешается с ним. Он не может повелевать ему, такое не будет вместе с ним и не распространится по всему его составу. Какое бесфилие! И царь все делает, давая повеление, а Бог не может повелевать злом. Вообще же, если бы вещество не было причастно какому-нибудь добру, оно не могло бы существовать. Ведь зло по своей природе не может существовать, если не будет соединено с каким-нибудь добром. Поэтому, если бы оно раньше не было смешано с добром, то давно бы погибло таково уже свойство зла. Пусть кто-нибудь будет вас полюбил, и пусть нисколько не сдержит себя. Прозерет ли он 10 дней? Пусть будет кто разбойником, бессовестным в отношении ко всем, даже и в отношении к другим разбойникам, останется ли он жив? Пусть будет кто бесширным вором, который не краснее публично ворует, сохранит ли такой свою жизнь? Зло не может существовать само по себе, если не будет в нем, хотя немного, чего-нибудь доброго. Следовательно, по их учению, оно получило свое начало от Бога. Пусть будет город, населенный людьми злыми, может ли он существовать? И пусть эти люди будут злыми для добрых только, но и для себя самих. Очевидно, такому городу невозможно существовать. поистине называют себя мудрыми, обезумели. Римлянам 1, 22. Если тело зло, то и все безразличие видимое, и вода, и земля, и солнце, и воздух также зло, потому что и воздух тела, хотя не плотные, не твердые, поэтому благовременно сказать, но не будем внимать им, напротив, заградим от них слух. Салом 118, 85. Есть подлинность, есть воскресение тел, это показывает гроб в Иерусалиме, это показывает древо, к которому Христос был привязан, когда был бичуем. Им, говорили о Христе апостолы, вели и пили, в Яне 10, 41. Будем же веровать в воскресение и поступать достойно Его, чтобы подобиться и будущих благ во Христе Иисусе Господе нашим, которым отсуток Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и в обете веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok